Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. В первом круге команды выдали супер матч с результатом 3-3, а значит, дома мы были вправе ожидать не менее интересную игру. Торпеда стремится в премьер-лигу, а Томь Жукова просто играет в атаку с любым соперником, и, как говорит сам тренер, никого не боится. Едва болельщики расселись по местам, как на поле началось голевое пиршество. Самсонов на третьей минуте нарушает правила на Сергея Зуйкова. Илья Кубышкин ударил в ближний угол, стоявший в стенке Иван Темников немного присел, пропустив мяч над головой. Так, общими усилиями, Томь повела в счете 1-0. Через 4 минуты Кубышкин подает с угла поля. Корж первый скидывает мяч дальше вдоль ворот, но Дуарте чуть-чуть не поспевает, чтобы замкнуть. У торпедовцев пока ничего не получается. 18-я минута. Кубышкин принимает нестандартное решение и наносит удар вместо напрашивающейся подачи в штрафную площадь. Хорошая попытка, но мяч летит выше ворот. 23-я минута. Торпеда начинает атаку со своей половины длинной передачей. Лаптев выигрывает, затем движется в нашу штрафную площадь, не встречая никакого активного сопротивления. Защитники Томи пятятся, но позволяют сопернику пройти и отдать передачу, а затем и пробить по воротам. Так счет сравнялся. Пара минут и мы уже уступаем. А было это так. Серия ошибок наших ребят в центре поля и вот уже торпедосы рвутся к нашим воротам. Следует передача на Султонова. Он обыгрывает Почевалина и после отправляет мяч в ворота. Следующий момент в игре в активе Томи. После передачи Коржа Кирсанов отправляет мяч с 25 метров в правый верхний угол, но не точно. 34-я минута матча. За несколько секунд атаки торпеда наш португалец сначала успел спасти команду, а затем заработать совершенно ненужный пенальти. Мяч встретился с его рукой ни в том месте, ни в то время. Султонов делает счет крупным. 3-1. Конец первого тайма. Торпеда начинает атаку из центрального круга. Передача Лебеденко, которую мы не смогли прервать, дошла до Енина. И тот не пожадничал, а поделился с Лаптевым, отдав передачу партнеру в очень удобную точку, откуда нападающий не промахнулся. 4-1 в пользу гостей по итогам первого тайма. Во второй половине игра Томи значительно улучшилась. 52-я минута. Угловой. Розыгрыш. Илья Кубышкин прикладывается к мячу, но вратарь парирует, а затем выбивает его ногами. Увы, добить из наших никто не успел. Несколько минут спустя Константин Корж, к сожалению, не смог воспользоваться великолепной передачей от Обивалина и превратить ее хотя бы в голевой момент. Угловой на 69-й минуте мог стать результативным, но Алексей Шумских встает на пути мяча и не дает тому оказаться в воротах после удара головой Сергея Обивалина. К сожалению, футбольная пословица про «не забиваешь ты» сработала сегодня против нас. В следующей же атаке торпедовцы передачами разрезали всю нашу оборону. Завершающий удар нанес Лаптев, оформив хэт-трик. Примечательно, что минуты назад Дениса планировали заменить, но по какой-то причине этого не произошло. Сразу же после гола автор отправился на скамейку запасных. Стандарт на 73-й минуте. Гордюшенко с углового подает в район 11-метровой отметки. Дениш Дуардо опережает всех и забивает в нижний угол, открывая счет своим голам за нашу команду. Дениш, принимай поздравления! А в этом эпизоде на 77-й минуте мы могли еще ближе приблизиться к сопернику в счете. Корж принимает мяч от Дуардо, обыгрывается со Стопцом и с линией штрафной бьет в ближний угол. Но мяч не послушался нападающего и пролетел рядом со штангой. А через 10 минут разрыв в счете и вовсе мог увеличиться. Не подставься под ударный Тфулина Никита Коробов. 88-я минута. Очередной угловой ворот торпеда. Гордюшенко подает. Стопец бьет. Затем бьет Абивалин и попадает в Алексея Шумских. А Корж не дотянулся, чтобы добить и еще нарушил правила. Последний эпизод в матче штрафной уже в добавленное время. Гордюшенко подает. Галаджан подставляет голову, но мяч летит не в створ, а выше перекладины. Итоговый счет в этой битве 5-2 в пользу гостей. Последний раз мы пропускали дома пять мячей в чемпионате от Краснодара в 2017 году. Сегодня команда билась с первой и до последней минуты. И даже несмотря на такой результат, после финального свистка услышала в свой адрес громкая молодцы. Впереди матч с разогнавшимся Енисеем. Сибирское дерби случится 2 апреля. Не пропустите.